В принципе, мы прекрасно знаем, что для меланомы, как и для большинства злокачественного образования, стадия, на момент который мы диагностируем пациента, имеет решающее значение в плане сроков его жизни. И чем выше стадия процесса, тем, к сожалению, кривые выживаемости ухудшаются. Также напомню, что уже на протяжении последних двух-трех лет мы работаем уже с восьмой классификацией. И очень многие исследования, которые уже были реализованы, пересматриваются с расчетом на уже восьмую версию классификации. И принципиальным моментом именно этой классификации является выделение подстадии в рамках третьей стадии, третьей Д-стадии, как наиболее неблагоприятное. Это первичная опухоль с наличием изъязвления или наличие микростелитных, стелитных транзитных метастазов и более четырех и более пораженных лимфатических узлов. И, как мы видим при этой подстадии, выживаемость и пятилетняя, и десятилетняя является наихудшей. В течение 10 лет не более 24% пациентов переживают данный рубеж. И исследования, которые посвящены адювантной терапии меланомы, они и проведены, успешно завершены и продолжаются сейчас. И, конечно же, две основные группы препаратов изучаются – это таргетные препараты и иммуноонкологические. Причем преимущество все равно в отношении иммуноонкологических препаратов. В отношении таргетных – это комбинация доброфениба-траметениба, которую мы уже довольно давно, и о успехах этой комбинации мы уже знаем. Начнем мы именно с таргетной терапии. Два исследования, которые к настоящему времени существуют и завершены – комби-Айди и БРИМ-8. Сразу напомню, что исследование с монотерапией виммурофенибом по сравнению с плацебо не подтвердило эффективность препарата в данной ситуации, поэтому он не зарегистрирован. Исследование комбинации таргетных препаратов доброфениба и траметениба у больных, имеющих мутацию в гении БРАФ, имеющих от 3-й А до 3-й С стадий, не имеющих признаков рецидива в течение трех месяцев после хирургического лечения до рандомизации, исследование уже завершено и имеются уже долгосрочные результаты его применения данных препаратов. На АСКО в этом году представлены данные уже пятилетней наблюдения за пациентами, получавшими данную комбинацию. В течение года пациенты получали данный режим, и мы видим, что на протяжении пяти лет медиана общей выживаемости, извините, без рецидивной выживаемости еще не достигнута. Чуть более половины пациентов, действительно чуть более, но по крайней мере именно так, не имеют признаков прогрессирования на протяжении пяти лет. При этом пациенты из группы наблюдения, не получавшие лекарственные препараты, имеют без рецидивную выживаемость чуть более полутора лет. То есть риск рецидива снижается практически на 50% практически вдвое. И те опасения, которые были у исследователей о том, что довольно быстро может потеряться эффект таргетной терапии после завершения годичного приема препарата, он, в принципе, скорее всего, не подтверждается. Потому что мы видим, что кривая без рецидивной выживаемости пациентов, получавших таргетную терапию, она, в принципе, выходит на некоторое условное плато. И, может быть, при дальнейшем наблюдении также потерь в эффективности данной комбинации мы также не будем наблюдать. Во всех подгруппах больных преимущество реализуется, но это, в принципе, объяснимо, вне зависимости от наличия микро- или макрометастазов, вне зависимости от возраста пациентов, количества метастазов и так далее. И если мы пересмотрим на классификацию, уже на восьмую версию классификации, с выделением подгруппы Д, то именно в этой подгруппе, то есть наиболее неблагоприятной по прогностическим признакам подгруппе пациентов, именно здесь риск рецидива уменьшается на большей степени. То есть практически на 70% у этих пациентов применение таргетных препаратов в адевантном режиме приводит к уменьшению риска рецидива. Безусловно, интересная выживаемость без отдаленных метастазов, и также преимущество мы видим. Риск развития отдаленных метастазов, которые, в принципе, и определяют судьбу, жизнь пациента на протяжении длительного времени, снижается тоже практически в два раза при использовании данных комбинации. И тоже на протяжении последнего года, например, 48 месяцев до 60 месяцев наблюдения, тоже потерь здесь не наблюдается. Общая выживаемость пока еще действительно такие данные только первоначальные. Через три года от момента наблюдения эти данные уже какое-то время не обновляются, но через какое-то время на самом деле мы получим уже обновленные данные об общей выживаемости. Тоже преимущество в общей выживаемости пациентов, оно уже отмечается, пока еще, скажем так, корректировочные данные, но, скорее всего, экстраполируются в показателе общей выживаемости. Вот эти преимущества связаны с безрецидивной выживаемостью. Безусловно, пациенты, получавшие таргетную терапию и меньше прогрессирующие, реже получают дальнейшее системное противоопухолевое лечение. Безусловно, оценивается токсичность, оценивалась токсичность в рамках исследования. И, в принципе, исследователи отмечали и на фоне проведения исследования, что токсичность предсказуема, она не отличается от осложнений данных препаратов, реализуется, как правило, на протяжении первых трех месяцев и закономерно представлена перексией или лихорадочной реакцией. Также, в принципе, эта перексия недлительная, она контролируется, и мы знаем, что было исследование последующее, которое было как раз-таки посвящено разработке алгоритмов коррекции перексии, чтобы режим одевантной терапии был максимально приемлем и максимально безопасен для пациента. Также закономерно, что в группе исследуемого препарата, по сравнению с группой пациентов, не получавших лечение, были чаще и серьезные негативные явления, и необходимости в прекращении лечения, и связанные с токсичностью. Но, в принципе, те механизмы, которые не, как мы видим, как не отразились в общей эффективности данного вида лечения. Поэтому режим приема таргетных препаратов у пациентов в одевантном режиме, имеющих мутацию в генебирах, это та опция, которая подтверждает уже на протяжении времени свою высокую эффективность. И вторая группа препаратов, которые используются в этом контексте, это иммуно-анкологические препараты. Исследований много, и исследования продолжаются и сейчас в этой области. Уже несколько такой исторический интерес, представляющий исследования, впервые подтвердившие возможность повышения общей выживаемости. Это исследование эпилемумаба, произведшее в свое время сенсацию, но уже эта сенсация уже 2 или 3 года, и она уже не является такой актуальной. А препараты, которые сейчас используются реально, как более эффективные и мини-токсичные, это, конечно же, неволумаб и пембролизумаб в данном контексте. Дизайн исследования тоже мы, в принципе, знаем, чекмейт 238, сравнение неволумаба и пемболизумаба у пациентов. Причем также мы помним, что даже пациенты, имеющие четвертую стадию меланомы, но подвергшиеся полной циторедукции, они являются кандидатами для адювантной терапии данными препаратами. Также данные совершенно свежие этого года, данные о четырехлетнем наблюдении за пациентами, и те кривые, к которым мы привыкли в отношении монолокологических препаратов, мы их видим и сейчас. И, безусловно, неволумаб, опять же, ожидаемо сохраняет свое преимущество в отношении и пемболизумаба, и, конечно же, является таким оптимальным препаратом в данном контексте. Вне зависимости от подстадий преимущества препаратов, обоих препаратов сохраняется. Вне зависимости от наличия или отсутствия мутации в гене Бераф. Тоже в разных исследованиях чуть более эффективен препарат при наличии в гене Бераф. Другой, монолокологический препарат, может быть, чуть более эффективен при отсутствии мутации в гене Бераф. Но фактор, что пациенты вне зависимости от статуса мутации гена, они могут являться кандидатами для получения иммунных препаратов в качестве адювантной терапии. Выживаемость без отдаленных метастазов, также пока еще на протяжении четырех лет наблюдения медиана не достигнута для этих пациентов. Общая выживаемость, опять же, закономерно, наверное, пациенты, получавшие и эпилюмаб, и неволумаб, их кривые выживаемости, они сопоставимы. Второй препарат из группы ПД-1 ингибиторов пембролизумаб, он сравнивался более традиционно с плацебо, и также в этом году представлены данные трехлетнего наблюдения. Мы видим, что риск рецидива снижается более чем на 40% у пациентов, которые получали пембролизумаб по сравнению с группой наблюдения. Также, вне зависимости от уровня экспрессии ПД-1, вне зависимости от наличия и отсутствия мутации пенебиторов, преимущества препарата, они закономерно реализуются. Также показательная выживаемость без отдаленных метастазов у пациентов, получавших пембролизумаб и имевших мутацию в генебиторов, наибольший эффект реализовался именно в этой подгруппе пациентов. Мы видим, что риск развития отдаленных метастазов снижается практически на 47%, то есть практически в два раза. Поэтому исследователи отмечают, что именно у брав мутированных пациентов применение пембролизумаба привело к сопоставимым с пациентами, получавшими комбинацию доброфениба и термитениба, имеющих в наличии генебиторов, по показателю именно выживаемости без отдаленных метастазов. То есть, в принципе, такие равноэффективные комбинации, равноэффективные режимы по тем или другим показателям, которые являются очень удобными и очень эффективными в нашем арсенале. Поэтому закономерно уже на протяжении последних месяцев, последних двух, наверное, лет комбинации доброфениба и термитениба при наличии мутации в генебиторов и монотерапии неволумабом и пембролизумабом являются предпочтительными у пациентов, подлежащих адевантной терапии. Те исследования, которые сейчас еще продолжаются, в принципе, схематично можно о них сказать, это исследования комбинации неволумаба и пемболизумаба или монотерапии неволумабом. Группа сравнения высокие дозы пемболизумаба сейчас уже закрыта, поскольку данная группа закрыта для исследования. И сравнение пемболизумаба с высокими дозами интерферона альфа, также интересные данные. И вот это уже интересное исследование, как мне кажется, у пациентов, имеющих более раннюю вторую стадию заболевания, также имеющие высокий риск рецидива после хирургического лечения, тоже сравнение пемболизумаба с плацебо. Эти исследования будут подведены в их итоге через какое-то время, и они, безусловно, интересны. Ну и подводя итоги, мы видим, что больные меланомы третьей стадии, не получавшие одевантного лечения, имеют риск смерти на протяжении 5 лет, составляющий 45%, практически половина пациентов, к сожалению, погибнет, не получавших одевантное лечение. Если же мы проводим терапию или онкологическими препаратами, или комбинацией таргетных препаратов, то риск смерти уменьшается, по крайней мере, до 26%, практически вдвое. Безусловно, это выигрыш, который мы получили только в последние годы. И такая вот сводная таблица, безусловно, это не прямое сравнение препаратов, но если мы посмотрим, то комбинация таргетных препаратов у пациентов, имеющих мутацию в гении Би-РАФ, она подтвердила свою эффективность в таком долгосрочном уже периоде на протяжении 5 лет наблюдения. Мы видим, что риск рецидива на протяжении 3 лет снижается в большей степени, чем при использовании иммуно-онкологических препаратов. Но это, опять же, сравнение не прямое, поэтому здесь сложно что-либо однозначно говорить. По крайней мере, те опции, которые имеются и для РАФ-мутированных пациентов, и для пациентов, не имеющих мутацию в гении Би-РАФ, они абсолютно высокоэффективны, они удобны, они малотоксичны, или, по крайней мере, токсичность этих режимов уже изучена, и не вызывает у нас серьезных опасений. Поэтому это те опции, которые должны применяться у пациентов, имеющих третью, и в случае использования неболумабы четвертую стадию процесса, после радикального хирургического лечения с целью максимального уменьшения прогрессирования заболевания и увеличения общей выживаемости пациентов. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.